А всем здорово, друзья! С вами, как обычно, Цимус. И что ж, выбрался сегодня на свой полигончик привычный. И помните, в прошлом ролике я говорил, что есть у меня дофига новых петард просто. Тут, смотрите, Мега Джамбо, Блэк Тигр, вот такой вот 12-й Корсар, Крэйзи Робот очень интересный, вот эта вот петарда, которая в прошлом ролике с золотым сейфом ему очень жестко нанесла. И вот, в общем-то, хочу сегодня заснять, протестировать эти петарды под кастрюлей, чтобы понять, какая будет мощнее. Будем закидывать петарду под кастрюлю и смотреть, как она будет подлетать. Думаю, будет, как обычно, очень весело. Перед просмотром запасайтесь сладостями, чайком, кофейком, будет классно. Что ж, мы приступаем. Ребят, предлагаю протестировать вот такие треугольники. Один здоровый такой, но мне кажется, он будет слабее, чем маленький. Не буду объяснять, почему, просто давайте это проверим. Начинаем с маленького. Так, процессы пошли. Возможно, будет... Уш! Уш! Ну, или какой-то он бракованный был, то ли что, блин, вообще слабо подкинуло. Обычно они мощнее были. Интересно. Что-то он, наверное, ребят, бракованный был, к сожалению. Да, там порох отсыревший, по всей видимости, оказался. Теперь следующий вот такой вот большой бермудский треугольничек. Посмотрим, на что он будет способен. Но он окажется мощнее, потому что тот просто был бракованный первый у нас. Ой, ну не особо мощней. И если бы первый был нормальный, то он бы подкинул знатно. Это были самые слабые петарды на сегодня, как я думаю. Переходим уже к достаточно мощным. Потому что сегодня топ-15 мощных петард. Так, ребят, давайте начнем вот с этих вот петард. Это Doom Boom P2000 и P23. Мега мощные будут. Кастрюль, думаю, метров на 10 точно подкинут. Я сегодня буду за камерой, а мой оператор будет все закидывать. Так, думаю, будет лучше. Макс, поздоровайся. Всем привет. Ладно, бери их три, погнали. Закинем, протестируем. Просто ветерок небольшой, ему петличку сегодня решили без нее. И все в лайфстайле, как в старые добрые времена. Летние деньки у нас начинаются. Так, давай с Doom Boom'а начнем. Да, сейчас. Солнышко светит, жара вообще конкретная. Так, отходим, отходим. Что же будет-то? Жестко подкинем. Ну, не знаю, метра 3-4 где-то было примерно, я так думаю. Так, ну давай не отходя от кассы, сразу четвертый, наверное. Ой, какой четвертый-то? Это что там, сейчас P2000? Да. P2000, ребят. Сравним ее с Doom Boom'ом. Как она покажет себя? Мощнее будет? Мне кажется, мощнее должна быть. Метров 10-20 будет. Да, нормально. Метров 10 точно было, ребят. Метров 10 было точно. Ну, оказывается, Doom Boom' слабее P2000 по итогу. Сейчас закидываем петарду P23, про которую много писали в комментариях. Ребят, наконец-то я ее достал. И сравним ее теперь с P2000. Мощнее ли она будет P2000 или нет? Так, P23 залетает, быстрее. Отошли. Я сейчас офигею езжу. Есть контакты, ребята! Мощнее, смотрите, как подлетело выше. Так, чуть по проводам не болбануло. Есть контактики! Прямо ко мне под ноги. Молодец! Тут уже, смотрите, пугарок такой сдулся. Вон, видите. В принципе, эмали даже пофигу не хрустит. Но это надо исправлять. Так. Да, все-таки, ребята, вы были правы. И P23 оказалось мощнее P2000. Я, конечно, не ожидал такого. Вот поэтому тем и хорош топ-петард под кастрюлей, что он показывает истинное лицо каждого экземпляра. Дальше вот такая петарда Atas FT1000T. И вот такая петарда Adrenalin 6. 1006T. Шестые корсары. Сравним их по мощности. Не переключаемся. Понеслась. Дальше будет только жестче. Atas, ребята, у нас залетает. Первым будет из шестых корсаров. Все, процессы запущены. Сейчас, думаю, нормально подлетит так. Ну, слабее по 2000 будет, мне кажется. Хотя, да, вот. Сколько здесь? Метров пять. Ну, мощнее думбума. Так, следующая петарда новая. Это Adrenalin. Дай я посмотрю. В общем, вот так выглядит от фирмы... Я думал, это от фирмы, как он, Фаворит. Но оказалось, нет, другая какая-то фирма. Просто дизайн очень похожий и название. Вот Atas был от фирмы Фаворит. И он как бы показал нормально себя. Сейчас посмотрим. Ё-моё. Ребята, ну, слегка, слегка, как по мне, даже Adrenalin был помощнее. Фу. Чисто лайк. Офигеть. Смотрите. В кастрюлю... Ай, горячая, капец какая. В кастрюлю глина налетела. Прикольно, прикольно. И камера запылилась. Переходим дальше. Ребят, смотрите, на этом поле, походу, была стоянка коршунов. Их здесь просто дофига. Это коршуны, хищные птицы, кто не знает, из семейства соколиных. Вон они, они. Смотрите, летают. Их прям очень много здесь. Я столько раньше никогда не видел. С чем это связано? Может, здесь чем-то не питаются? Напишите обязательно в комментариях. Будет интересно узнать ваше мнение. Да и просто пишите свое мнение по поводу ролика. Как вам нравится, нет? Да, кстати, сейчас что у нас начинается? Это петарды Crazy Robot. Есть два вида. Вот такой вот. Смотрите, Crazy Robot. И классический, Максимовский. Думаю, всем знакомый вам, кто давно на канале. Но вот этот Crazy Robot новый, он гораздо больше. Возможно, будет очень мощным. А потом уже восьмые Корсары. Двенадцатые, тринадцатые, четырнадцатые. И вот такой же, естественно, экземпляр. Ребят, классический Crazy Robot. Достаточно высоко. Обычно он подкидывает кастрюлю. Эта кастрюля раза в два тяжелее, чем я обычно на какой-то стирую. Потому что есть большие петарды, чтобы они хорошо туда входили. Поджигаем Crazy Robot, посмотрим. Ну, он мощнее по две тысячи. По идее, должен быть чуть-чуть. О, корный бабай! Вот это контакты! На провода не упади. Тут у нас провода. Офигеть! Чисто лайк, ребята. Я не ожидал. Тут прям, смотрите, такую горку подняло. Что там с кастрюлей? Нифига он мощнее по две тысячи, не знаю. Раз в пять, наверное. Чисто поощущение. Нет, не раз в пять, вру. В раза полтора точно мощнее. Я не ожидал. Так, а сейчас у нас новый Crazy Robot. Он толще. И поэтому, возможно, он будет гораздо мощнее. Ну, или не гораздо. Посмотрим. Ручки отлетели. И ямалька захрустела. В общем, вот так. Ну, кастрюля еще живет. Ни одной пробоины нету. Просто ручки отлетели. Без ручек. Новый Crazy Robot. Запускай процессы. Процессы запущены. Снаряд заготовлен. Сейчас не знаю, как подлетит. Если честно. Опа! Ребят, слабее оказался. Вот видите, размер не всегда решает. Не всегда решает. Слабее в раза два было. Даже слабее по две тысячи. Чисто мое мнение. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Кастрюлю вот погнула. Она на бок приземлилась. Ну, прям слабовато. От того Crazy Robot'а красного. Аж басом обдало так. Прям чуялась мощь. Что у нас там осталось? А, восьмые Корсары, да? Так. Уже полная жесть начинается. Ну, вот эта слабенькая будет. А дальше вообще жестко. Это дымовой факел. Не обращайте внимания. Давайте вот такую вот интересную петардочку. на картинке стояла. Протестируем. Посмотрим. Ой, и сравним ее, наверное, ну, вот с этим восьмым Корсаром. Мне кажется, вот она будет мощнее. Погнали ее закинем. Процессы пошли, ребят. Зеленая вот такая петардочка. Не знаю, что у нее за фирма. Что она вообще из себя представляет. Как подлетит. Мне кажется, как... Оооо! Звук, ребят, вообще зачетный был. Но слабее красного Crazy Robot'а. Давайте сейчас сравним ее вот с таким вот восьмым Корсаром. Мне кажется, даже вот этот восьмой Корсар будет помощней. Ребята, запускаем Корсар восьмой. Вот. Довольно популярная петарда, считается практически. Во многих магазинах криво ловишь, Макс. Он сейчас закрутится жестко. Там еще машины ездят недалеко. Так, что будет? Контакты произойдут? Нет? Такое чувство, будто в фитиле, ребят, затух. Ребят, в общем, Корсар восьмой этот оказался бракованный. Ладно, не будем его беспокоить. Он не так интересен. Сейчас петарда-бах, начинается полная жесть. Капец, ребят, у нас жара вообще дикая. Длинечек хороший. Надо еще потом искупаться, обязательно съездить. Лето в полном разгаре идет. Как у вас проходит лето? Напишите обязательно в комментариях. А у нас как-то вот так. Еще комары кусают. Мы рифтомидиком поврызгались. Ничего страшного. А у нас Корсар восьмой оказался бракованный. Сейчас начинается петарда-бах. Самый мощный из восьмых Корсаров, который только у меня был. Вот такой 12-й Корсар. Надо будет их сравнить тоже по мощности. В общем, будет интересно. Давайте сейчас вот эти две петарды сравним. Потому что в прошлый раз это 12-й Корсар бахали. Мне показалось, он слабее баха даже был. В общем, сейчас посмотрим. Петарда-бах. Запускаются процессы. Будет довольно-таки жестко, мощнее к резеробсу. Так, отойти подальше. Ой, капец, аж страшно. Слушай, какая-то партия, походу, опять баха. Не очень была. Вот раньше, кто помнит, ребят, кто давным-давно на канал подписан, какая была эта петарда, она просто мощнее всех 12-х Корсаров подкидывала. Ну, а это сейчас, в этот раз, мне кажется, Крэзи-Робот даже тогда помощнее слегка подкинул. Что скажешь? Крэзи-Робот, мне кажется, мощнее было. Давай 12-й Корсар закинем. Куда только? Откуда? Здесь не ровно. Давай пофиг, вот здесь вроде нормально. Выбираем еще специальные места, поровнее, чтобы не были вот такие вот вспаханные от петарда. Потому что так, мне кажется, нечестно будет. так, смотри, чтоб ровно было все. И четенько. Процесс, процесс запустился. Видимо, положил опять, еще кривее сделал. Вот такие вот. Так, посмотрим, будет мощный или нет. Давай. О-о-о-о! Ребята, ну как по мне, на уровне. Немного, к сожалению, закрутило. Ну, в принципе, да, на уровне. Было на уровне. В комментариях напишите, как вам. одинаково, показалось или нет. Как по мне, практически идентично. Ладно, посмотрим, что у нас там дальше. Офигеть, ребят! Осталось уже топ-3 петарды и дымовой факел. Ну, я его в конце напоминаю. Так, вот такой вот Big Jumbo. Ой, что-то он вообще легкий. Мне кажется, слабенький будет. Потом Mega Jumbo и Black Tiger 14-й Корсар. В прошлом видео она тоже бракована у нас оказалась. В этот раз, думаю, все получится нормально. Так, давайте Big Jumbo, потом Black Tiger. Посмотрим, что будет. Так, петарда Big Jumbo у нас залетает. Процесс пошел. Блин, футиль у них, конечно, вообще зачетный. Прям бойкий такой. Посмотрим, что будет. Так, ну давай же. О, е-мое! Вообще нормально подлетела. Летит очень-очень плавно, прям летела зачетно. Лайк чисто за такой полет. Подлетела выше, чем от 12-го Корсара даже. Ну, я думаю, это связано с тем, что от 12-го Корсара кастрюлю закрутило, потому что его криво положили. Этот, ладно, переходим к 14-м Корсарам, ну или каким. На сайте Black Tiger был помечен как 14-й Корсар Мега Джамбо, не знаю. Ну, по идее, а ну вот да, К-1401. По идее, он тоже идет как 14-й. Давайте их между собой сравним. Погнали. Вот такой Black Tiger. Фитилек слабый у него. Так, петарда Black Tiger. Знаете, как сразу сделаем? Вот так, все без монтажа, ребят, смотрите сами. Так, все накрыли. Запускай. Так, пошел процесс. Сейчас бомбанет. Думаю, будет нормально. Давай. Ёкарный бабай. Ребята, мощнее Баха. Закрутило, конечно, ее жестко, кастрюлю. Фу, тут пыль все подняла. Офигеть. Ребята, мощнее Баха. Закрутило, как... Слышал, как эмаль хрустит. Вот, даже снизу, с другой стороны, отлетела она. О, офигеть. Ребят, лайк. Все-таки 14-й Корсары, они вообще 14-й Корсары. Подлетела выше всего за сегодня кастрюля, как по мне. Ну, вроде да, выше всего. Давайте последний. Тоже 14-й Корсар. Последнюю петарду протестируем. Мега джамба. Посмотрим, мощнее будет Блок Тигры. нет? Погнали. Мега джамба. Накрываем. Все, опять без монтажа, ребят. Вот. Криво-криво. Во-во-во. Ровно, да? Пошел процесс. Отходим. Нет, отходим. Подальше отойду. Что, мощнее будет Блок Тигры? Нет? Момент из... Близок. О-о-о-о. Нормально. Звук был мощнее, но подкинуло. Прям чуточку-чуточку поменьше подкинуло. Офигеть, что с ней? Она упала удачно. Смотрите. Погнуло нафиг. Прикольная, ребят. Ну что ж, ребят, вот и подходит к концу ролик. По традиции, как я обычно делаю, в конце запускают дымовуху. Вот такой. Сегодня зеленого цвета будет она. Во, пошел. Нормальная реакция, плавная. Ребят, если вам понравился ролик, обязательно лайк. Тем самым, YouTube будет вам чаще рекомендовать ролики с моего канала. Кто, на канал не подписан или не все видео смотрел, обязательно заходите на канал, потому что там просто дофига всяких разных офигенных роликов, связанных с петардами и вообще с пиротехникой. Помню, тестировали военные дымовухи и всякую такую дичь. Просто настоятельно рекомендую залететь. Пишите свое мнение также в комментариях, как вы проводите лето. У меня лето вот так проходит со взрывами петард. В принципе, нормально. Ребята, в следующем ролике я планирую протестировать петарды вот такой топ какой-нибудь 10, топ 20 на всяких разных фруктах. Напишите в комментариях, на каких фруктах протестировать мне эти петарды и обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропустить следующий ролик. Подошел лак, к концу дымовуха, подошел к концу ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Симус. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok